Друзья, всем большой привет! С вами Диодан, сегодня мы вкратце рассмотрим игру под названием The Flame in the Flood. Собственно говоря, первая ассоциация, которая возникает при виде этой игры, это, конечно же, Don't Starve. Единственное, что в этой игре, она, знаете, свобода действия как-то более ограничена, и вы больше привязаны конкретно к реке, к передвижениям, и повезет вам или не повезет. Ну что, давайте начнем новую кампанию путешественника, естественно, я не хочу тут все устраивать в акканале. Ну и посмотрим в целом очень милая игрушка, которая, как и Don't Starve, сначала кажется, знаете, такой милой, неприметной и дружелюбной по отношению к игроку, а потом она начинает вас просто херачить по всем фронтам. Ну что, посмотрим? Давай, родная, загружайся. Ну что ж ты такая? Да, и музыка напоминает, помните, фильм 1 плюс 1? Там вот эта лирическая тема на фортепиано чем-то напоминает. Собственно говоря, мы играем за девочку, которой просто две грани лица, то есть правая и левая. На мой взгляд, конечно, разработчики могли бы сделать девчоночку чутка посимпатичнее, поскольку, по-моему, у собаки и то больше полигонов, нежели чем у нашей главной героини. Ну, впрочем, у нас новая задача радиосигнал IT. В целом, по ощущениям, ну, я в игру уже играл, естественно, знаете, такая помесь Firewatch, Don't Starve и The Walking Dead. То есть, если все это задобавить такой огромный блендер, миксер, потом перемешать, получится вот The Flame in the Flood. Графически это The Walking Dead, очень сильно напоминает. Стилистически это Firewatch, а по геймплею это скорее Don't Starve. Ну, естественно, не прямо уж Don't Starve, но со своими какими-то определенными примесями. Собственно говоря, мы с вами появляемся, наша задача найти радиосигнал, и мы можем осматривать местные достопримечательности. Управление интуитивно понятное, то есть просто носитесь мышечкой, и можно даже, знаете, такой своеобразный вальсик устраивать. И после этого вы получаете какие-то базовые навыки о выживании, где вам рассказывают, что вот инвентарь игрока, где вы можете посмотреть необходимые вам задачи, потом количество приметов, которые вы можете сделать, инвентарь и экипировка. Да, тут же у вас есть, можно говоря, ваш термометр, который показывает температуру тела. Ну, и после этого вы выдвигаетесь, и, что приятно, в игре присутствует собачка. Это, как я уже и говорил, это, знаете, во многих играх используется, во многих играх используется этот жест, это всегда создает атмосферу теплоты, уюта, что у тебя есть какой-то напарник, сообщник, и это очень и очень круто. Это не только в играх используется, но, естественно, и в фильмах, Mad Max, Дорога Ярости и куча-куча всяких других. Ну что, давайте осмотрим также вот, как раз в чем мне напоминает Firewatch. Это знаменитые английские всякие постаменты, стенды, которые вот в этом стилистике именно американских пионеров, американских бойскаутов и прочих ребят. Ну что, давайте посмотрим, что у нас в ящичке находится. Забираем все, банка, водный фильтр, дождевые черви и еще и вяльное мясо добавок ко всему. Ну и заглянем ненадолго в барак. Ну, к сожалению, барак у нас здесь полностью очищен. И изначально, как я уже говорил, игра вам дает понять, что да, чувак, я дружелюбный, все будет хорошо, у тебя есть песик, у тебя есть твоя девчоночка, и все будет вообще прекрасно. Но на самом деле все это неправда. Прямо, конечно, получаем задание, базовые инструменты нам необходимо сделать, ну и далее нам даются сведения о реке. Да, блуд здесь играет огромную роль, конечно же, это вам не Don't Starve, Shipwrecked, но, тем не менее, именно на своем небольшом плотике вам предстоит перемещаться по этому миру, и вы будете попадать на различные островки. Да, конечно же, игра выигрывает за счет музыкального оформления, это такой кантри, американский, классический, очень крутой, реально, очень хорошо доволяет атмосферу. Субтитры сделал DimaTorzok Тут даже, понимаете, даже и комментировать порой не хочется, потому что, ну, игра шикарна перед эту атмосферу. Тут порой даже и комментатор-то и не нужен, для того, чтобы понять всю прелесть этой игры. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы с вами прибавим в доке, небольшая ферма, где, собственно говоря, нам предстоит уже найти либо еду, либо провизию, либо еще что-нибудь прикольненькое. Все-таки можете спокойно здесь перемещаться, но я допустил в прошлый раз огромную ошибку. Я почему-то подумал, что вот кабаны, они по отношению ко мне дружелюбны, и был за это очень сильно наказан. Здесь даже, казалось бы, дружелюбные твари могут вас реально уничтожить и покарать очень жестко. Но вот здесь большое количество воронов, которые, видите, показывают красные звуки, поэтому не знаю, агрессивны они или нет. Ну все, братюнь, братюнь, братюнь. Хорош, хорош. Бедняжка тут вообще разошелся со своей песней. Я понял, что ты прекрасно поешь. Давайте осмотримся здесь, посмотрим. Также хочу отметить, что постоянно есть вариативность. То есть, каждая новая игра, у вас не будут одинаковые места. Вы всегда по-новому будете пребывать, и никогда не знаете, что вас будет ждать впереди. Поэтому это тоже добавляет особой такой интриги прекрасной. Ну и, конечно же, я не могу не отметить прекрасную работу художников, левел-дизайнеров. Это реально очень уютная и теплая игра, по сути. Да, несмотря на всю свою жестокость, которую, возможно, увидите в дальнейшем, игра все-таки чудесная. Именно в графическом, своем стилистическом оформлении. Это, понимаете, это очень тонкое чувство должно быть у самих разработчиков, у тех, кто отвечает за ее развитие, за создание атмосферы. Тонкое чувство, которое создает тот самый уют, ту самую прекрасную и чудесную атмосферу. И это надо чувствовать. То есть это не каждому дано, чтобы люди реально, когда играли в вашу игру, они понимали это. Поэтому это очень и очень достойно. Что игра заканчивается, и потом успокаивается. Здесь просто кладезь для любителей слушать губную гармошку, игру на губной гармошке. То есть я как раз-таки могу себе причислить именно к ним. В детстве мне даже подрели губную гармошку. Правда, я, естественно, ничего так и не смог учиться играть, к сожалению. И она мне так и валялась. Сыграя после небольшого такого путешествия, вы снова попадаете на новый островочек, играет такая милая музычка. И вы поначалу продолжаете делать одно и то же, это собирать. Далее у нас тут инвентарь. Можно часть шмоток, часть эко-добра передавать эзопу. Это наш персик, его так зовут. Давайте ему передадим. И в дальнейшем в самые-таки ненужные вам инструменты вы можете передавать в том числе и на плод. Давайте посмотрим, что у нас находится здесь. Швейный набор и алкоголь. Ух ты, ух ты, ух ты. Кстати, у меня инвентарь полон. Давайте вообще посмотрим, что у нас здесь с вами есть, и что я могу сделать. Труд, утепленная куртка, утепленные сапоги. Какие у нас вообще с вами задачи? Необходимо каменный нож и каменный молоток, чтобы изготовить возможные средства для выживания. Из-за этого мы с вами получим костер, каменный нож и каменный молоток. Давайте посмотрим. Вяленое мясо, утепленные куртки, пенициллин, каменный нож. То есть нам необходим два кремня и один плетеный шнур. А я таки плетеный шнур-то я, кстати, могу себе сделать. А вот по поводу кремния его необходимо еще найти. Давайте тогда побегаем вокруг циркушки небольшой. Да, когда-то тут люди исполняют какие-то молебны. Любимые всеми нигеры пели. Вы же видели, да, что частенько в американских фильмах негры так поют. Смотрите, церковные забывания. Кстати, вот именно здесь я когда-то столкнулся с кабанчиками. Ну, в похожих местах. Поначалу я подумал, что он по отношению ко мне дружелюбен, но он сразу был наказан за свою расторопность. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вязаная шапка! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Интересно, я ее сразу смогу надеть? И что у меня вообще со шматьем? Легкие сапоги, голова пусто. Кстати, кстати, кстати. Это очень круто. Давай тогда мы с вами инвентарь, что же ему передать? Мы с вами голодны. Заплесневелые. Питательные вещества плюс пять. Также паразиты. Ммм, температура тела и голод. Давай тогда скушаем. Употребляем мы с вами вяленое мясо. Это шикарная находка колбасянская к нам перешла. Замечательно. И теперь мы с вами отсюда забираем нашу вязаную шапочку. Хорошо. И экипируем ее. Жди, она шапку надевает порядка пяти секунд. Ну, правильно, девочка. А здесь шапка что, не отображается на нашей главной героине? Да, к сожалению, она не отображается. Также я могу поспать в трейлере. Не знаю, замерзну ли я от этого или нет. И у нас еще появляется лук виноградный. Неплохая такая находочка. Но вообще было бы неплохо поспать. То есть нам поспать было бы очень сильно полезно. Еще раз глядим, что у нас в инвентаре. Древесный уголь. Фильтрация стоячей воды. Саженцы. Тайник плота я могу передать только в дока. Опа, наступает ночь. Давайте, кстати, сгоняем в док. Передадим все нам не нужное, поскольку здесь вообще огромное количество всякого барахла, которое нам может пригодиться, которое может быть полезным. И сейчас мы с вами передадим. Так что мы оставляем саженцы. Они нам не нужны. Далее водный фильтр тоже не нужен. Рогоз. Дождевые червячки. Чесночок. Неплохой целебный чай, кстати, из него может получиться. Чистая водичка. Чистая водичка нам тоже пригодится. Давайте древесный уголь оставим. Перо нам не надо. Древесный уголь оставляем нам. Стакаем. Хорошая еда будет по нос, если съесть очень много. Понятненько. Возьмем мы и себе. Рыболовный крючок нам пока что не нужен. Швейный напор тоже. Алоэ. Помогает нам при ожогах, укусах и царапинах. Ну и заплесневел его тут же стаком. Пошли, зобчик родной мой. Пошли, пошли, потопали. Посмотрим, что у нас здесь находится. Такая таинственная атмосфера. Зоб пробежал. Я же даже подумал, что это какой-то там заяц или еще кто-нибудь. Забираем тогда юку. Здесь, по-моему, да, у нас еще один швейный набор. И алкоголь. Надо бы потом еще создать костер. Опять-таки, чертеж плота. Вязаная шапка. Да ладно. Ну-ка, зубчик родной мой. Давай тебе передам алкоголь. Кстати, кстати, избегайте употребления во что бы ни стало. Иначе эффект будет пьяным. Но возможно, кстати, потом. Испробую этот алкоголь. Посмотрю, какой эффект. Оставляем древесный уголь. Мы забираемся в это барахло. Хотя вязаная шапка. Я не знаю, можно ли ее разобрать. О, сделать тряпки можно. Неа, необходим каменный нож. Я дам. Понятненько, понятненько. Все не так просто. Так, в церкви можно с вами просто поспать. Но спать я там не буду. Что у нас с водным балансом? Водичку надо попить. Потом найти еще один какой-нибудь источник воды. Ну, собираем тут. Здесь надо вообще максимальное количество ресурсов себе настакать. Чтобы, знаете, потом в самый неподходящий момент нам что-нибудь пригодится, а не будет. Ладно, спим. Так, что мы с вами? Плюс 38. У нас сколько вообще? Три часа. Давайте тогда вот так мы с вами. Вот так вот поспим. Замечательно. Спокойной ночи, зубчик. Ой, как хорошо. Я сейчас тоже поспал. Я сегодня просто с поезда. Но благо мне попались нормальные попутчики в какой-то веке, потому что в основном просто какие-то имбецилы гребаные. Это ребятки просто не передать. Кто мне только не попадается в моих путешествиях? Это что-то с чем-то. Это там какие-то шкалеры бухущие. То одна вообще полностью голая молодая женщина, которая... Ну как, она сначала была не голая, она была очень пьяной. Потом я ночью просыпаюсь, и она просто голая. Без трусов, без ничего, без лифчика. Я такой смотрю, я сначала подумал, что это мне снится. Я такой, ну ок, ладно. Не, ну я так полюбовался, посмотрел. Ну, думаю, ладно. Пойду я спать. Так, новое место у нас, снова доки. Убежище Васса. Сейчас имеется кремень, всегда горячий огонь. Отлично. Ну, здесь, понимаете, эта игра, она вот для любителей путешествий, таких, донстаров. Очень, очень уютная, тепленькая. Прям вот сесть вечерком, расслабиться, в булочки свои положить на диванчик и поиграть в нее немножечко. Шикарная игра в этом плане, конечно же. Хоть бы кремень. Но нет, здесь у нас, к сожалению, тряпочки. Ладно, Изоб, давай посмотрим, что тебе можно передать. Чертеж плота. Саженец. Так, стоп, у меня же саженцы тоже там где-то были. Юг как крахмалистая еда, но у них есть сырое. И мне кажется, что игра, вообще, конечно, довольно хардкорная на дальнейших уровнях будет. Мы с вами находим кремень. Отлично, отлично. Давайте посмотрим, что мы с вами теперь можем создать. Факел, вяленая масса. Масса, господи, по мясу. Братан, давай тогда, сдаем мы с вами очистить место в инвентаре. Да ладно, ты прикалываешься, что ли? Хорошо. Давай тогда передадим тряпочки сюда. Сейчас надо создать каменный нож, как вы помните. Плетеный шнур. Раз. Два. И теперь, и теперь Диодан должен, по идее, создать, создать, создать каменный нож. Вуаля, ребята, можете меня поздравить. Мы с вами создаем каменный нож. Быстро остановок, не паникуйте, используйте ваши самые полезные инструменты. Быстро отстаньте лук, факел, отравленную приманку или дымовую банку. Хорошо, у нас появляется каменный ножичек. Где он тут у нас родимый? В поиске инструментов. А как его здесь создать-то, интересно мне? Ха-ха-ха, непонятно на данный момент. Ну, хорошо. Практичен для изготовления ловушек и разделки животных. Что я хотел сделать? Я хотел сделать тряпки с помощью моего каменного ножичка. Замечательно, теперь у меня есть дополнительные тряпочки. И вообще надо посидеть у костра, посмотреть, что там можно вообще сделать. Заходим в домик. Поживеться, конечно же. О, соль появилась, шикарно. Опа, тут у нас еще и зайка. Шина. Шина, я так понимаю, это не та шина, которая используется для передвижения транспорта, а для того, чтобы рану вылечить какую-нибудь ночью кролики. Блин, вот ловушку бы, конечно же, создать было бы очень даже неплохо. Итак, что мы с вами еще раз можем сделать? Утепленные сапоги, утепленная шапка, повязочка, факел и шина. Самодель и шина, которую можно использовать при непонятно чем. Хорошо. Факел, добыть свет на честь, чтобы отпугнуть страшных существ. Так, а что у нас еще? Опа, опа-па, начинается дождичек. Хорошо, давайте используем огонь. Используем древесный уголь. Дополнительный получаем. Ну и нам вообще было бы неплохо что-нибудь себе приготовить. Не знаю, правда, можно ли какие-то там из еды кукурузные репешки. Не походим огонь. О, как раз. Давайте попробуем тогда здесь. Давайте посидим. Хотя погода очень сильно испортилась, конечно же. Вот мой песик и зубчик хорошие. Давай, братан, кукурузный. Ах, да ладно. У меня не хватает места в инвентаре. Надо что-то состакать. Надо что-то состакать. Чистая вода у нас есть. Рогоз. Пам-пам-пам. Неужели придется бежать? О, используйте банку во время дождя, чтобы наполнить ее водой. Отличное решение. Давайте тогда мы с вами употребляем. И надо сейчас обязательно ее наполнить, так как у нас жажда очень большая. Баночка наша. Используем. И она наполнена водой. Шикарно, ребятки. Ну что, давай тогда мы с вами сейчас переместимся по-быстрому. Хотя нет, мы с вами поступим по-другому. Я получаю огромное количество сырости. Мне замечательный костер потух. Просто супер. Давайте тогда мы с вами поспим. Ну, часа, я думаю, два. Чтобы, знаете, хотя бы просто дождь прошел. Иначе тут, конечно, промокнуло до самой ниточки. О, шикарно, дождь закончился. Все, все прекрасно, друзья мои. Половина дня. Мы с вами всего полтора километра, правда. Сейчас один момент, я посмотрю. Все шикарно. Отправляемся к реке. И посмотрим, что у нас там будет. Так, плот. Протюня, здорово. Давай, передаем чертеж плота. Далее алкоголь. Я тоже, наверное, оставлю швейный набор. Который нам на данный момент не нужен. И тут дубанчики всякие. Кукурузы заплесни белые. А что у нас тут с вами еще есть? Алоэ. Мне бы, конечно, еще одну банку все получить. Посмотреть, как действует. Используется оставшаяся фильтрация стоящей воды от загрязняющих веществ. Фильтр водяной, это, конечно, крутая тема. Поскольку сейчас-то у нас дождичек прошел. И воду я получил. Но в дальнейшем, как оно будет? Ух ты, а тут у нас пусто, да, получается? Так, изготовить сухой труд. Ага, замечательно. Изготовить сухой труд мне необходимо. Блин, опять очистить место в инвентаре. Надо, знаете, что сделать себе? Какой-нибудь, я не знаю... Какой-нибудь рюкзачок побольше найти. Это было бы просто идеально. Потому что так я постоянно упираюсь в то, что мне не хватает места в инвентаре. Но до старого там планета, конечно, было попроще. Все, минус один сухой труд. Мы с вами разводим костер. Опа, давай кремень, поджигай, умничка просто. Так, что мы с вами делаем? Приготовлено юка. А, слушайте, можно, короче, себе три кукурузные репешки сделать. Раз, два, три. И юка. Для юки тоже необходим огонь. Мне места в инвентаре, по идее, нужно хватить. А юку еще для чего-нибудь можно интересно использовать или нет? Ну, я тогда едой буду запасаться себе на дальнейшее. Это очень хорошо. Шикарно, шина. Больше вроде как ни для чего у нас... А, пенициллин. Делают из плесени. А давайте создадим себе пенициллин, потому что неизвестно, когда у нас в следующий раз появится костер. Что ты так на меня смотришь? Господи, мне аж не по себе, ребятки, стало, честно говоря, от такого взгляда. А какие у нас еще с вами задачи? Так, 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 так. Каменный нож и каменный молоток. Каменный молоток. Давайте посмотрим в инструментах. Это мне необходимо два кремня. Саженцы и один каменный нож. Надо опять искать кременьки. Ну, давай тогда садимся на наш корабль. Ну, как, корабль-то можно назвать с натяжкой. Смотрим в инвентарь и кушаем тогда юку. Употребляем раз. А сколько нам дает интересная лепешка? Плюс 20 аж, друзья мои, это шикарно. По крайней мере, голодыми не останемся. Давайте тогда передадим три наших укрозных лепешки. Эзопу. Конечно, они, так понимаю, получаются очень пресные. Ну, я думаю, знаете, как говорится, голод. Это самый лучший соус, как говорил Мигель Сервантес. С голодухи и кипяточек в кайф попить. Ладно, плывем дальше. Встаем на течение. Давай, до свидания, дом Боас или как он там назывался. Шикарное местечко. И опять мужик поет. Мужик, я, конечно, понимаю, что ты классно поешь. И тебе очень нравится это делать. Ну, просто, знаете, когда я в первый раз играл, он не так часто пел. Кстати, здесь вы можете еще случайно свой плод повредить, поэтому будьте аккуратными. Может произойти какой-нибудь диодан стайл. О, у нас там, кстати, лес впереди. А я в лес хочу больше. Черт, церковь, дедан стайл! Да, вот я как раз-таки натолкнулся на плод. Стоило мне только сказать. Ну что, куда попадем? Наверное, в лес. В лес мне больше хочется попасть. Да, диодан, красавчик просто. Батя-батек. Заходим. Швартуемся, ребятки. Болото Мартинса. Дикая местность. Да, зашибись, диодант. Сейчас чувствую, что ты погибнешь. Нехватка припасов. Дикая местность. Хотя нет, есть саженцы. И то хорошо. Но я не думаю, что здесь будет прям великое множество припасов каких-либо. Надо было, конечно, в церковь отправляться. Хотя нет, смотрите. Есть ящичек. Тряпки, хорошо. Посмотрим, что у нас здесь. Еще одни тряпки. Видимо, тут были какие-то тряпичные монстры. Хорошо. О, еще одна коробка. Дайте, куда там будет тряпки. А, диодант. Все-таки батя-батек. Швейный набор. Ну, не знаю, стоит ли его брать нам. У нас уже есть несколько швейных наборов. Да, в принципе, почему бы и нет. Давайте тогда передадим. Оставляем тряпочки. И забираем швейкой. Хорошо, с усталостью у нас пока что нормально. Ух ты, дурман вонючий. Это что такое? Это что за тема? Мне интересно знать. Передаем туту, передаем швейный набор. Забираем дурман. Забираем алоэ. Ну, в принципе, для такой заброшенной местности, даже неплохие. Мы с вами тут лут нашли. Очень неплохой лут. Ладно, уходим тогда. Поплывем к следующей местности. С вами 2 километра сегодня же проплыли, правда. О, проверить кэш. Получить задание. Личинки на заказку. Что за задание, интересно, не знать. Съешьте 10 личинок. В дикой природе нет места гурманам. Получите перцы булка и здоров матери природы. Спасибо, конечно. Ну, с голодухи, я думаю, я бы тоже с его... Нет, я, ребятки, лучше вздох от голода, чем эти личинки сожрал. Ха-ха, ну нафиг. Ну нафиг, а. Давайте кидаем. Шматим наши на плод, поплыли дальше. Ну что, куда? Лиса, но я все-таки лучше к лагерю отправлюсь. Как-то мне там больше по душе. Он сейчас не промахнулся, дядя, поэтому заранее сюда отдаем. О, вот это лагерь, это класс. Это просто супер. Швартуемся. Счастливое место люка. Сейчас имеется кремень. О, зато здесь кремень есть. Вот, что надо запомнить. В лагерях есть всегда кремень. Это очень важная штука. Так, и давайте мы с вами, знаете, как поступим, наверное. Оставим сегодня нужное шматье. Рядом с плотом. Итак, братьюня, оставляем швейный набор. Тута, алоэ. Далее, дурман, вонючек, летальному исходу при попадании внутрь. Хороший способ для убийства тварей. Кстати, на будущее это нам надо с вами учесть. Далее, водичка. Тута еще одна у нас есть в наличии. У нас сколько ее вообще? Ну, слушайте, у нас их довольно много, я вам могу сказать. На будущее надо исследовать. Также, дванчики, рогоз, чистая водичка, приготовленная, сытная, крахмалистая еда. В принципе, тряпки тоже можно оставить. Кукуруза нет. Кукурузку я себе оставлю. Кукурузный уголь тута и соль. Ну и соль тоже оставим. Все, погнали, ребятки. Надеюсь, здесь не будет кабанов. Странно, мне, видимо, ведет. Пока что никого не увидел. Хотя место очень сильно напоминает вот предыдущее, которое мы с вами нашли. Тут даже костер в том же самом месте находится. Старый хлам. Каркас плота. Чертеж, добавленный журнал. Заплесневелый что? Зато кремень. Что нам дает каркас плота, интересно? О, слушайте, нам подходит он для латания старого плота. Это шикарно, ребятки. Это просто идеально, я могу сказать. Хорошо, надо найти еще один кремень. Забираем отсюда древесный уголь. Ага, понятно, диодант. Инвентарь полон. Так, песик мой, давай тебе древесный уголь. Давайте плетеный шнур. Блин, опять эти вороны проклятые. Орут и орут. Не дают покоя. Поживиться, конечно же. Рыболовная леска. Вот это интересно. Ну, конечно же, саженцы, одуванчики. Кучу всякого барахла. Мы тут с вами найдем себе. Ну, и в конечном итоге нам с вами сейчас желательно потом найти водичку. Это было бы просто идеально. А там уже дальше посмотрим. С едой-то пока что проблем нет. Тем более тут у нас чай из одуванчиков можно даже сделать. Ух ты. А для него наверняка ведь потребуется вода. Хотя что, вода здесь вообще повсюду валяется. Господи, бери. Понятно. Понятно, Диодант. Просто супер. Пошел-ка я нафиг отсюда. Пошел-ка я нафиг отсюда. Все, братан, братан. Тихо, 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 тихо. Все, успокоился. Вот вам и кабанчики. Я, правда, не знаю, как мне сейчас этого кабана вообще завалить. У меня вроде как в оружии никакого нет там. Каркас плота. Что за каркас плота? Для модернизации вашего плота. Ну, давайте попробуем. А, стоп, на него нож, небось, тратится, нет? Нет, не тратится. Слава тебе, Господи. Это очень хорошо. Далее, что еще могу сделать? Плетенный шнур и труд. Каменный молоток. Костер, кукурузная лепешка. Стальной нож. Фак... О, чай из одуванчиков. Пищевого отравления. Чистая вода. И необходим нам еще огонь. Так, наверное, я его делать не буду, потому что мне тогда израсходуется баночка, а я этого не очень-то и хочу. Хорошо, оставляем мы с вами тут барахло. Барахло, правда, у нас сейчас с вами просто нереальное какое-то количество. Давайте мы с вами тут поменяем. Одну из них съедим. Хорошо, они съедобные. И далее каркас переместить на плот. Что еще мы тут с вами можем сделать? Переместить сумку. Нам надо найти с вами место для модернизации нашего плота. Потому что он уже, ну, довольно неплохо подходит к этому. Хорошо, взбираемся на него. Погнали дальше. Ну что, куда? Церковь. 141 километр. Мне кажется, я до нее не доплыру. Да, так и есть. Надо плыть дальше к лесочкам. Удивительно, как я до сих пор не сдох. Хотя я давно уже должен был тут качуриться. Это, видимо, мне очень ведет. Игра по отношению ко мне тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Благосклонна. Ну что, какой лесочек? Давайте в этот зайдем. Швартуемся. Ну что, друзья, закончим на этом серию. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть еще серии по The Flame and the Flood. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк к видео. Лайки ваши очень сильно помогают. Ну а с вами был Диодант. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте и ждите новых видео. Всем удачи и пока-пока-пока.